Нужны продукты с длительным сроком хранения и средства личной гигиены. Гуманитарный добровольческий корпус активизировал сбор помощи жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. На региональном складе продовольствие практически закончилось, помогать будет нечем, если не объединиться. Подробнее в репортаже Светланы Круковской. Светланы Круковской. А теперь на раздачу горячего питания и доставку продуктов по адресам. Добровольцев гуманитарного корпуса ждут, встречают крепкими объятиями. Долгие месяцы Россия, Югра помогает выживать маломобильным и старикам, питанием и лекарствами. Я благодарна нашему президенту, уважаемому, дорогому Владимиру Владимировичу. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. Он только и держит нас на свете. Спасибо ему большое. Спасибо кантамансийцам, всем российским людям. Мы тоже, это россияне уже, вступаем. Большое спасибо за то, что оказываете нам большую помощь. Забрали в Сургуте, передали в Луганской народной республике. Посылку солдату вручают из рук в руки. Михаил Хворостянов с позывным Югра не в первый раз привет из дома получает через добровольцев гуманитарного корпуса. И сам доверяет им самое ценное. Близким отправляет свою боевую медаль за отвагу, которую он получил накануне от Министерства обороны страны. За бои в населенном пункте Червоная Деброва. Для нас это очень важно. Можно доставить, конечно, от бригады, в которой мы служим. Но адресные посылки, которые идут именно от гуманитарного корпуса, они идут быстро. Они приходят точечно. И это очень приятно, что нам помогают, что нас не забывают. Спасибо вам большое. Коробки добра на складе заканчиваются. Чтобы помогать и дальше тем, кто сейчас нуждается в тарелке супа и горячего чая, гуманитарный добровольческий корпус объявил новый сбор продовольствия для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сейчас активизируем сбор коробок добра и посылок солдату, потому что склад абсолютно пустой. Помощь нужна и ребятам, которые на передовой, и мирным жителям. Основная часть коробок добра направляется на Херсонскую область, на Запорожскую область. После того, как Украина подорвала Каховское водохранилище, дамбу. То есть люди в кризисной ситуации, в ситуации приближенной к гуманитарной катастрофе. Нужны товары первой необходимости и продукты. В коробки добра входят мука, крупы, тушенка, рыбные консервы, сахар, чай, растительное масло, средства личной гигиены. Принимают на региональном складе посылки солдату. Светлана Круковская, Вести Югоре, Сургут, Донбасс.